С городом. Радио. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Так, ничего другого не остаётся. Как продолжать эфир? Ну, это и замечательно. Нам, например, это нравится. Абик Элкин, Александр Шунин в студии. Продолжаем утро на Болткоме. И, как был анонсирован гость, президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулберг с нами на связи. Господин Кулберг, доброе утро. У вас такой фон, заснеженные автомобили. Вы как будто что-то знаете, чего ещё не знаем мы. Но это 100%. Если не про снег, то о том, как цены на электричество отразятся на продажах электромобилей. Хотелось нам задать вот этот вопрос. Потому что, на самом деле, постоянные скачки вот этих тарифов, оно уже не может не отразиться. Какие настроения у автоторговцев? Ну, я думаю, такие же, как у торговцев или пользователей ЦНГ машин. То есть газовых ЦНГ. Например, на данный момент, насколько посмотрел последние цены, 2,50 евро. Это самая дорогая машина, что используют на данный момент по сравнению с бензиновой или дизельной автомашиной. Но люди, которые покупали их, покупали их из-за того, что они самые дешёвые в данный момент. Также эти цены – это недолгосрочная ситуация. Это просто настолько много факторов совпало в один момент. Я бы сказал, на данный момент это сезональный вопрос. Никуда долго это продолжаться не будет. Это решится. Это нельзя смотреть, как долгосрочный такой скачок цен не останется. Конечно, этот скачок хорошо показывает того, что может быть, чего надо избежать. И насколько больше надо внимания уделять именно стратегии электроэнергии. Так как мы будем переходить на электромашины очень быстро и очень чётко. Других вариантов нет во всей Европе и также в Латвии. Это произойдёт, хотим мы это или не хотим. С этой точки зрения это хороший показатель. И нам всем, с точки зрения государства, надо думать о нашей стратегии зелёной энергии. Чтобы она не была не только зелёной, но она чтобы была и тоже доступной и дешевле, не дороже. Да, вот что касается электромобилей. С одной стороны, понятно, что это будущее, притом совсем не отдалённое. Для многих тех, кто приобрели электромобили, таких в Латвии, насколько я понимаю, становится всё больше и больше. Это уже не будущее, это уже реальность. Вот, может быть, поясните людям, которые ещё ездят на автомобиле, на дизеле, на бензине, мы видим, что появляется инфраструктура, всё больше и больше возможностей подзарядить автомобиль. Но есть такое мнение, может быть, это уже стереотип устаревшийся, что всё равно этот процесс занимает довольно длительное время. То есть мы же знаем, вот ты приезжаешь на заправку, ну не знаю, пять минут, сколько у тебя это занимает, если очереди нет, ты заправился топливом обычным и поехал дальше по своим делам. Насколько я понимаю, тут о минутах речи не идёт. Вот ты подъезжаешь где-то к торговому центру, где уже есть возможность подключиться, если тебе повезло, что там впереди не стоят другие автомобили, ведь это время занимает больше, чем просто вот взял, заправился и уехал. Сейчас, по крайней мере. Ну да, да, вы правы, но по-моему такая же ситуация произошла, когда с лошадей переходили на машины, и тогда тоже все, у всех было проблем, а где их заправить? Заправок нет, лошади легко, здесь есть место, там поставил, везде всё было. Как это проходить, это же не ехать, ещё курбулировать её надо и так далее. То есть этот процесс так же смешно будет выглядеть, как мы перешли из коней на автомобили, так же сейчас с внутренним горением двигательной машины, пройдём также на электричество. Конечно, эти ситуации не комфорта и этих обстоятельств она будет какое-то время, пока мы перейдём на хорошие инфраструктуры. Но то, что мы видим в многих странах, как, например, Норвегия, как они решают эти вопросы, также Голландии, что вы можете бензоправку себе дома сделать, или в каждом месте, где вы остановитесь, например, в Икеа зашли 30-40 минут, подзарядились. И многие бизнесы, то, что я вижу в Голландии, например, я много бываю там, так что там новая вещь, как клиент приехал к вам в компанию, вы не только кофе ему дадите, но зарядочный провод. Угостить немножко электричеством. Да, это всё прекрасно, это красиво, это, возможно, даже экологично, но вопрос всё равно остаётся. Учитывая нынешнюю ситуацию, не отпугнёт ли это в ближайшей перспективе тех, кто уже и был готов перейти на электромобили? Имеется в виду цены на электричество? Ну, конечно, конечно. Я думаю, цены на электричество – это один из факторов, который не настолько большой. Например, у электромашин. Я сам езжу на данный момент пока ещё на дизельные машины. Но если же машину хочу купить, электромашину, я считаю, что это… мы будем назад смотреть, как… ну, не только электричество, это единственное. Сколько у тебя много количества вообще узлов пропадает. В сервисе практически нечего делать в течение многого времени, как только подвеска и тормозная система. То есть есть все другие вещи, которые не только электричество. Конечно, этот фактор есть. Конечно, такой же скачок у нас бывает и на горючее. Помним, когда в переведущий раз, когда лад за литр по бензинной цене начал стоить, да, все уже голосы дёргывали и смотрели на какие-то альтернативы, например, на как LPG, ставили газ на машины и так далее. Но это краткорвременный. Ситуация нормализуется, и никуда нельзя электричество… То есть если электричество станет и остаётся на таком уровне, вопрос не только о машинах будет. Этот вопрос будет вообще, ежедневные затраты везде вырастут, так как электричество – это базовая энергия всего, что значит, это будет влиять не только на машину, но на всю жизнь. Поэтому это позволить не может ни одна страна, каким образом остаться в каких уровнях цен на электричество. Должно быть решение. Но эти решения должны быть довольно структуральны. Мы видим, что проблему создала Германия, которая отказалась от ядерных электростанций. Это тоже, например, в Польше. Они 84% из электроэнергии делают из угля, и они должны отказаться. И уже подписали договор отказ от угля. Это всё даёт коротковременно большую проблему на того, где взять чистую электроэнергию. Вот если мы сейчас абстрагируемся о цене на электричество, действительно, мы говорим о долгосрочном периоде. Сегодня цена на электричество такая, может быть, летом она будет другая. Вот если мы говорим действительно об электромобилях, вы упомянули Нидерланды, можно, наверное, и другие страны упомянуть. Но мы же понимаем, что уровень жизни всё-таки отличается. Да, вот Нидерландов и здесь. Дальше мы не будем рекламировать порталы, но у нас есть все эти порталы объявлений, можно заглянуть, там есть специальный раздел «Электромобили». Вот, допустим, простой обыватель, наш радиосус или X, заглядывает, и что он видит? Вот он подумывает купить электромобиль, он видит, что если мы говорим о новых марках, не знаю, Тесла, я уже не говорю, там, по Штайкан и так далее, он видит несколько вещей. Во-первых, новые, если это премиум-класс или близкий, или бизнес-класс, это очень дорого. Ну, для среднестатистического латвийца. Вторая категория – это сильно поддержанные электромобили. И тогда он приходит к выводу, что сильно поддержанные электромобили, ну, те, которые выпущены 5, 6, 7 лет тому назад, ну, мало того, что у них соответствующая батарея, не очень много ты на ней проедешь, они для семьи не очень-то годятся. Мы видим, какой там выбор, да. Там нет никаких ни минивэнов, нет ни кроссоверов. Это в основном маленькие автомобили, почему-то раньше думали, что электромобили должны быть какие-то мини-мини-мини, компактные классы. Вы очень правы, очень правы. Да, и тогда… Вы очень правы этому, и это средний покупатель в Латвии автомашин, ну, забудем. Это вопрос не будет для среднего покупателя еще лет 10 лет. Вот, а требование ввести быстрее все вот эти вот нормы зеленого курса, так называемого, Европейского Союза. И мне кажется, что государству пора уже, в принципе, определиться. Или государство, как во многих странах, реально субсидирует. Не просто вот минимально, как нам обещают, какую-то смехотворную сумму, а реально субсидирует. И потом есть еще один момент. Если мы сейчас посмотрим, я опять-таки не буду их рекламировать, на все ведущих дистрибьюторов в Латвии, да, вот эти автоцентры, да, мы видим 2021 года автомобили. Ну, там по-прежнему дизель. По-прежнему дизель. Бензин тоже по-прежнему дизель. Притом даже премиального класса по-прежнему дизель. Говорят, ну, через лет 10-12 мы там, возможно, прекратим их выпускать. И тогда возникает вопрос. Или мы должны сегодня населению сказать, что, ребята, даже покупая современный дизель, у вас возникнут через несколько лет проблемы. Или, ну, в общем, как-то нужно определиться, что мы вообще делаем, что мы стимулируем, что мы не стимулируем. Вы очень право говорите. То, что у нас в стране не хватает, у нас не хватает никакой политики, стратегии, долгосрочной. Не в один год. А долгосрочной политики. Что мы будем через 10 лет делать? Какой у нас план автопарка? У нас нет в Латвии. Мы просто по течению идем и все. И это вы очень правильно сказали. Так как следующую машину кто-то должен что-то выбирать. И он должен понимать, с чем он связывается, если покупает такую машину, какие налоги ему грозит, какая стоимость машины потом будет еще на рынке, когда он захочет продать ее. Поэтому я бы разделил этот вопрос на две части. Во-первых, забудем. Электромашины на данный момент не решат вопрос экологических латышков автопарков. Мы должны просто обновить наш парк. И помоложе машин, меньше СО2, поменьше машин. То есть не такие. У нас настолько много недорожников. У нас самый высокий процент в Европе недорожников на наших улицах. И вот Латвия на две части. Вопрос электронашин должен быть в Риге. Решен в Риге. Так как в Риге и у Риги находится 56% из всего автопарка. То есть если электромашины, смотрим на столицу. Если машины за столицей, не надо там вопрос, например, электромашин толкать. Там мы должны просто помогать людям выбирать, что следующее выбрать. Я бы сказал, надо налог ноль поставить на те машины, которые люди выбирают. Например, до 130 грамм внутреннего сгорания машин. Если он такой выбирает, это уже математически даст очень много среднему нашему автопарку и наших целях. Это там, где ты жмешь, жмешь на газ, и она не едет. Примерно так, да? Нет, нет. Есть хороший выбор. Есть довольно хороший выбор. 130 грамм – это стандартный «Шкода», «Октавия», «Гольф» вариант, например, «Фэксваген». Есть множество вариантов. Не так уж это все плохо. Просто машины моложе. На 5 лет хотя бы. Я не говорю о новой. Я говорю на 5, на 6 лет моложе. У нас в среднем возрасте в Латвии 15-16 лет. Это 14 до 16 лет. Просто у нас две проблемы. У нас две проблемы. Мы стали на данный момент проблемой… Например, Германия избавляется от своих старых дизелей. Мы просто с открытыми руками их впускаем. Просто. И, вторых, у нас в банке не участвует в частный лизинг, то есть поддерживает машины. Там нет финансирования, которые люди многим берут. Это довольно большие деньги. 250-300 евро в месяц платят за старые машины. А еще их надо вкладывать в ремонт постоянно. Если государство вошло здесь с подмогой, например, первой взноса или гарантии, люди выбрали бы помоложе машины. Они же не хотят специально старую машину. В принципе, проблема сводится к одной и основополагающей платежеспособности населения. Напомню, мы беседуем с президентом Латвийской автомобильной ассоциации Андрисом Кулберсом. И нам за эфиром пришел вопрос тоже под прямой трансляцией на Фейсбуке расчет на 100 километров цены для сравнения, есть ли, я так понимаю, двигатели внутреннего сгорания и электромобили, сколько выходит на 100 километров пути стоимость? На данный момент с теми налогами, с той ситуацией, которая на данный момент в Латвии, электромашин без подмоги, то есть без субсидий от государства, просто на данный момент средняя машина в Латвии проезжает 14 500 километров. Электромашина средняя в Латвии проезжает 15 675 километров. Что значит, это недостаточный объем километров, чтобы за пять лет, например, она стала бы тот же самый уровень цены, как внутреннее сгорание. То есть это сумма, общая сумма, которая при таком километраже должна состоять на данный момент где-то приблизительно 8300 евро. Если такая сумма в субсидии получается, не только в деньгах, но, например, с налогами, с НДС вместе, тогда это получилось быть то, чтобы этот уровень цен сбалансировался с внутренним сгоранием. Конечно, чем дальше мы пройдем, например, автопром говорит, что 25 2006 год будет тот год, когда уровень цен на внутреннее сгорание из электромашин уже станет на том же уровне. То есть до этого момента мы должны помогать. Андрей, такой еще вопрос. Говоря о тенденциях, ведь не только, скажем, взрослые или богатые страны, особенно старые Европы, взяли курс на экологичность и на электромобильность. Есть еще и отказ, в принципе, от автомобилей в собственности и рост картшеринга. Стоит ли нам готовиться к падению продаж именно частных автомобилей и развитию именно как раз-таки вот этих вот сетевых историй картшеринга? Матерской аренды. Очень долгосрочном уровне, да, я бы сказал, число машин будет падать. Из-за того, что просто везде мы находим сейчас шеринг и ресурсов больше используем правильный. Не чтоб стояли машины на месте. Вы правы. Но COVID и данная ситуация с COVID показала обратное, что люди больше покупают поддержки машин, чтобы были более независимы и могли не с обедской транспорта перемещаться, а сами из-за безопасности. Ну, такая тенденция во всей Европе. Но в долгосрочном, я считаю, что да, надо думать о хорошей инфраструктуре с обедской транспортом, общественного транспорта и снизить объем машин в самых городах, но не за городом. У нас не так много времени остается, но хочется задать вопрос касаемо заявлений недавнего вице-мэра Риги Винуса Кирсиса, который сказал, что в ближайшее время, в ближайшие годы в центре Риги ожидаются ограничения на частный транспорт и зона с низким уровнем выброса. То есть, в принципе, это может означать ограничение на автомобиле с определенными размерами двигателя, въезд в исторический центр города. На Ваш взгляд, эта мера, насколько она в нашей ситуации рабочая и, в принципе, применима и реально? И реально. Во-первых, в Латвии самый низкий уровень автомашин на тысячу населения. Румыния даже нас перешла в прошлый год. То есть, объем машин у нас один из самых низких. То есть, не надо говорить, что у нас слишком много машин. А во-вторых, то, что он сказал, Рига подписала договор со многими городами Европы, где уже на пять листов А4 уже есть число городов, где уже запреты стоят. Рига, я не понимаю, почему это уже не конкретно сказано людям, но в 2027 год в Риге будет введена зона невъезда. Какая она будет, насколько большая, какие машины, непонятно еще. Но я бы, если такую зону делать, тогда, наоборот, надо еще намного улучшить общественный транспорт, чтобы это было комфортабельно и легко. И тогда без проблем, я думаю, люди могут отказаться. Впереди пять лет. Но просто так закрыть, закрыть просто так, ну, это не важно. То есть, нужно предложить обязательно альтернативу. Ну что, спасибо большое. Огромное спасибо. Мы благодарим президента Латвийской автомобильной ассоциации Андриса Кулбреса за ответ на наши вопросы. Спасибо, что уделили нам время. Хорошего дня, всего доброго, с наступающим. Мы с Абиком заканчиваем утро на балкоме. Конечно же, работа радиостанции продолжается. Впереди и добро пожаловаться, и Диагноз недели, и прочие интересные программы. И ни в коем случае нельзя забывать о портале МиксНьюСЛВ, который к вашим услугам 24 на 7, что называется. Хорошего дня, берегите себя. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok